Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и посмотри на это. Это редактор CoinTelegraph, которая сейчас находится в Дубае. И вот как она прокомментировала вчерашний промах этого СМИ, связанный с распространением фальшивой новости о принятии биткоин-этиэфа. Напиши в комментариях, права она или нет. Речь идёт о посте в CoinTelegraph. И да, это было катастрофично. И это пример того, чего не должно быть. Но это то, что происходит, когда на нас постоянно давят, требуя быть первыми с каждой новостью. И это не проблема журналистики. Это проблема общества и технологий. Я говорю про индексацию в Google и социальных сетях, где если вы не первый, то последний. Ни второго, ни третьего места нет. Вчера я предположил нечто подобное, что CoinTelegraph просто пытались быть первыми, и поэтому допустили ошибку. Это действительно правда. Если ты не первый, то ты последний. Это известная цитата Рики Бобби. Иными словами, редактор CoinTelegraph говорит, что виноват Google – индексация социальных сетей и технологии, и поэтому они находятся под давлением общества, которое заставляет их быть первыми. Но когда из-за этого люди теряют сотни миллионов долларов? Разве это правильно? Напиши в комментариях, что ты думаешь. Под огромным давлением общества, CoinTelegraph выложил эту статью, в которой объясняет ситуацию, что произошло внутри компании. И если мы ее полистаем, мы увидим, что у них есть какой-то секретный телеграм-канал из 46 участников. Случайно не тот ли, о котором мы говорили вчера? Я не знаю как, но каким-то образом туда проник некий инсайдер и сказал, «Биткоин с потовой ETF был одобрен». И все сказали, «Да ладно, это правда?» И в конце просто-напросто согласились с этой новостью. А вскоре после этого этот так называемый инсайдер удалил свой аккаунт. Я не знаю, как этого человека туда пригласили и не знаю, почему все просто поверили ему. Но это произошло. А затем CoinTelegraph на основе этого секретного чата опубликовал свой нашумевший твит о принятии биткоин-ИТФа. Далее произошло все то, о чем я рассказывал в вчерашнем видео. Но что будет с рынком, когда мы получим настоящий спотовый биткоин-ИТФ? Биткоин моментально взлетел на 3000 долларов одной свечой, только лишь на основе фейка из секретного чата CoinTelegraph. Почему он откатился назад? Всего лишь из-за того, что новость оказалась фальшивой. То есть произошедшее это как будто трейлер того, что нас ожидает впереди. И некоторые люди даже думают, что возможно это было сделано специально, чтобы протестировать рынок, чтобы посмотреть, насколько сильно он будет двигаться. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже тоже прокомментировала этот инцидент. Они написали у себя в Твиттере «Осторожнее с тем, что вы читаете в интернете. Лучший источник информации всего, что связано с сек, это сама сек». К сожалению, мы только что дали Гэри хороший повод для продолжения его линии поведения. Интересно, будет ли он использовать этот эпизод как причину и аргумент, чтобы не одобрять спотовые ETF вообще? Я надеюсь, что это не так. Ведь именно сегодня как раз-таки еще один дедлайн по принятию решения по многим заявкам. Может быть, именно Гэри Гэнслер и есть этот человек с удаленным аккаунтом из секретного чата CoinTelegraph? Может, то он туда пробрался и слил эту ложную информацию. Но это определенно не то, что нужно рынку сейчас, когда мы все ожидаем запуска настоящего спотового ETF. BlackRock и его генеральный директор тоже отреагировали на инцидент. И сегодня Ларри Финг пояснил, что это ралли цены биткоина было заправлено не просто слухами о запуске ETF. Он сказал, что это нечто гораздо большее. Давай послушаем. Это ралли цены выходит за рамки слухов. Я думаю, что сегодняшний рост цены – это бегство инвесторов к качеству, учитывая все эти проблемы, связанные с войной в Израиле и глобальным терроризмом. И я думаю, что все больше людей бегут к качеству, будь то казначейские облигации, золото или криптовалюты, в зависимости от их отношения к ним. Я думаю, криптовалюты тоже будут играть ключевую роль в бегстве инвесторов от всяческих проблем. Интересная такая формулировка – побег инвесторов в качество. То есть фактически Ларри Финг говорит, что биткоин – это качество, что лучшее, что сейчас есть – это криптовалюты. Это прозвучало из его уст. И на самом деле сегодня биткоин взлетел вверх, а потом снова упал на ложных слухах. Но Ларри Финг говорит, какая разница? Это все равно лучшее, что у нас есть. Биткоин – это побег к качеству. Люди осознают, что нельзя доверять правительству и нельзя доверять банкам. Также нельзя доверять центральным банкам, таким как ФРС США, потому что они не заботятся о нас. Они заботятся только о себе. И на самом деле их не волнуют наши интересы. Они, конечно же, не сохраняют нашу покупательную способность, которая падает из года в год из-за инфляции. Поэтому мы должны сами о себе заботиться. И таким качественным побегом, по мнению Ларри, является биткоин. И спотовый инструмент откроет дорогу к этому побегу. И Ларри Финг – это не единственный человек, который в это верит. Кэти Вуд говорит, что только Гэри Гэнслер стоит на пути к открытию этой дороги. Дело в комиссии по ценным бумагам и биржам США. И я думаю, что мы все это понимаем. Кэти Вуд очень оптимистично настроена по отношению к биткоину. Она ожидает, что в 2030 году он будет стоить полтора миллиона долларов. Это в следующем цикле. Не в этом. Вот насколько она оптимистично настроена по отношению к биткоину и криптовалютам в целом. И у ARK Invest тоже есть заявка на запуск спотового биткоин-ИТФа с дедлайном в январе. Вот очень хороший пример, что даже киты могут поддаваться эмоциям. Этот кит потратил 613 тысяч долларов на покупку обернутого биткоина, а затем продал его за 564 тысячи долларов. После того, как узнал, что новость о запуске ИТФа оказалась фейком, он потерял практически 50 тысяч долларов за 10 минут. Но вот в чем дело. После того, как цена биткоина обвалилась на фейке, она все-таки отросла снова. И если бы этот кит не продал, а держал, его потери были бы значительно меньше. Как мы видим, зачастую покупка и холд лучше, чем дергаться с продажами и покупками каждые 10 минут. Да, если несколько раз подряд это получится, ты будешь чувствовать кайф, на который в итоге подсядешь. Это дофамин, это эндорфин, это адреналин. А потом ты будешь становиться все более жадным, пока не наступит передозировка и тебя просто-напросто не ликвидируют. Вот что делает кредитное плечо. Не играй с ним, оно приведет к краху. Кстати, одной из причин, почему после этого падения цены биткоин сумел удержаться выше 28 тысяч долларов, можно считать то, что Народный банк Китая влил практически 300 миллиардов долларов юаней в финансовую систему без изменения процентных ставок. И это крупнейшее вливание ликвидности с декабря 2020 года, как раз во время пандемии. Ну а рынки, как мы знаем, любят ликвидность. О ликвидности мы поговорим в следующем видео, над которым я работаю сейчас. Поэтому подпишись и нажми на колокольчик, чтобы его не пропустить, оно будет очень важным. Также не забудь поддержать это видео лайк, это очень помогает их продвигать. Количество биткоин-кошельков с балансом от 100 до 1000 биткоинов резко подскочило. Сообщает Сентимент. Посмотри на этот скачок, вот он. Вполне возможно, что это происходит на фоне того, что вчерашнее происшествие люди воспринимают как репетицию к настоящему запуску ETF-а. Но кроме китов, розничные инвесторы и одновременно долгосрочные холдеры тоже накапливают биткоин. И они купили биткоин на сумму 1,35 миллиарда долларов. В рамках стратегии долларового усреднения. Мало кто может сразу же выложить 28 тысяч долларов за один биткоин. Но что могут сделать практически все, это вкладывать по 100 долларов в неделю. И таким образом со временем накопить целый биткоин. Интересно отметить и активность старых и долгое время спящих монет биткоина. Криптокон пишет. Кто-то знает то, о чем мы не знаем? Всплеск активности старых биткоинов странным образом происходит примерно в одно и то же время каждого цикла. Обычно перед тем, как биткоин начинает свой массовый рост. Исключение составляет 2019 и 2020 год. Потому что у нас был большой крах рынка из-за пандемии ковида. Но если бы его не было, мы бы восстановились быстрее. Так что сейчас как раз таки один из таких моментов. Мы видим большой всплеск активности старых монет. И возможно это намек на подготовку к чему-то большему. Вот на этом графике это видно еще лучше. Это самый большой скачок активности старых монет с июля 2023 года. Вчера мы с тобой говорили о том, что некоторые центральные банки рассматривают токенизацию как будущие денег. И я вспомнил про Chainlink. Ведь по данным исследования К33 Chainlink самая надежная ставка для токенизации реальных активов. Chainlink уже имеет инфраструктуру для соединения всего вместе. Чтобы это могло взаимодействовать между друг другом без ошибок и проблем. Chainlink кажется естественным инструментом для токенизации активов. Эфириум тоже вариант. Но у Chainlink множество преимуществ перед ним. Так например австралийские банки уже тестируют Chainlink. Точно так же как и новозеландские и даже швейцарские. Все они тестируют Chainlink и его инфраструктуру для того, чтобы токенизировать реальные активы, депозиты и так далее. Кроме этого у Chainlink также наблюдается какой-то прорыв на графиках. Киты начали загружаться. Посмотри на это. Кошельки от 100 до миллиона токенов добавили еще 5,12 миллиона линков за прошедшую неделю. И наконец я хочу закончить новостями про войну. Очень плохая тема для разговора, но она влияет на рынки. Поэтому приходится об этом говорить. Джанет Йеллен говорит, что США конечно могут позволить себе две войны одновременно. Легко так говорить, когда ты контролируешь денежный принтер целой страны. Она министр финансов США. Она отвечает за печать денег. Она может напечатать триллион долларов хоть сегодня, если захочет. Поэтому ей удобно так говорить. Но действительно ли США может позволить себе две войны, когда на самом деле они уже находятся в состоянии войны с собственной инфляцией прямо сейчас? Я не знаю, но это немного беспокоит. И это будет связано с темой следующего видео. И я не знаю, знает ли Джанет, что происходит, или она просто марионетка, которой говорят, что делать. Я не знаю. Скажи мне в комментариях. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok